Так, всем привет, чуваки, с вами Акул, и сегодня я решил сделать вот такой вот видос, решил записать, давно я не записывал никакой аналитики, и я решил возобновить эту, как сказать, рубрику аналитики, все дела, потому что я обожаю, обожаю болтать на камеру, не знаю почему, мне просто нравится очень болтать. Вот, в общем, я приболел, но сегодня я выскажу свое мнение насчет Counter-Strike, CSGO, а именно команд Na'Vi и Ашер, именно нашей команды, да, именно нашего, ладно, СНГ комьюнити, да, что я о нем думаю, хорошо, и что бы я предпринял, что я хочу вообще, ладно, не будем базарить долго. Короче говоря, ну, в общем, Na'Vi и Ашер очень классные команды, я уважаю и Na'Vi, и Ашер очень хорошие команды, каждый сделал свой выбор, то есть Марк Еллов перешел в Ашер. Если кто не знает, я давно слежу за CS-комьюнити, именно CS 1.6, еще когда только начиналось, ну, как начиналось, именно такие, знаете, глобальные турниры, когда старые составы, то есть только-только появлялась Na'Vi, я уже тогда следил за CS-комьюнити, вот. И, вроде, Маркелов играл в Ашер тогда еще, в далеком, не знаю, в 2008 году, я не помню, какой-то год был, создание Na'Vi, самой Na'Vi, вот. Ну, в общем, Na'Vi появилась за счет таких людей, бывших Virtus.pro, короче, как раньше было, Virtus.pro команда была, ей командовал Lex, вы, наверное, по-любому знаете такого классного человека, и я бы хотел ему сказать огромное спасибо за свой вклад в киберспорт, потому что я уважаю этого человека, очень классный именно игрок, и вообще, как человек, он очень классно позиционирует тебя. Так. Мне кто-то в дверь постучился? Сейчас, секунду. Так, в общем, на чем мы остановились, Lex очень большой вклад сделал в киберспорт, и мне нравится. Именно этот человек, как за то, что он сделал свой вклад, так, я это уже сказал, да? Ну, в общем, раньше была команда Virtus.pro, состояла она из пяти игроков, это был, сейчас я вспомню, Lex, Zeus, Edward, Ромочки, и еще я забыл, пятого игрока забыл. Ну, в общем, вот, четыре игрока, Ромочки, Lex, два украинца, Zeus, Edward, вот. Очень классная команда была, она там на ИСЛЦ 2007 какие-то места занимала, я без подробностей, я тогда не очень увлекался. Именно киберспортом он не очень развит был у нас в России, вот, у меня не убрана постель, но, в общем, это не важно. Так, на чем я остановился. В общем, дальше после распада Virtus.pro распалась, и появилась команда такая, любительская, на любительском уровне. Команда, по-моему, под руководством Йохана Zergravity, вот, его, я не знаю, как его зовут, как правильно, Куханский, извиняюсь, там. Короче, создалась команда Na'Vi, ну, в общем, вы все знаете эту историю, Na'Vi, там, всему подобное, к чему это сейчас пришло? Ну, в общем, Dota-состав появился Na'Vi, Dota-состав Na'Vi появился, он, Куханский, забил на CS GO, то есть на CS-состав, потому что, ну, его можно понять, это неприбыльно сейчас, но, что хотел конкретно сказать о Na'Vi и о Ашер. Я считаю, что очень мало команд именно в России, именно на таком уровне, как Na'Vi и о Ашер, поэтому у нас очень слабо развита именно CS-комьюнити в СНГ. Я не знаю команды, Dota Team знаю, да, все, больше я не знаю команд Counter-Strike, именно команд, у которых есть спонсоры. У нас есть Virtus.pro, но почему-то они взяли состав из поляков, я ничего против, не имею поляков, но, блин, надо развивать, как бы, СНГшную тему, то есть взять из России каких-нибудь молодых игроков и создавать новые, новых комьюнити, как бы, понимаете, новых игроков. Игра только появилась, игре только два года, и очень много молодых, талантливых игроков готовых играть за Virtus.pro. Ну, почему-то Virtus.pro перестраховали, взяли поляков, я не знаю, зачем они это сделали, вот. Ашер, Na'Vi молодцы, они дружные, то есть, с учетом того, что, по-моему, Ашер ничего не выиграли в создании своего, своей команды, Dota, они так и не смогли, по-моему, ничего, вторые, третьи места занимали, но первые не занимали. По-моему, если я ошибаюсь, поправьте в комментариях. В общем, в общем говоря, мне не нравится то, что делают, то, что у нас в СНГ-комьюнити упор делают именно на старичков. Я считаю, что надо открывать еще и еще команды, надо, чтобы кто-нибудь взялся. Я не могу, я просто говорю свое мнение, я хочу в идеале, чтобы у нас было как в Швеции. Как в Швеции? Откуда эти All of Master, JV, я не знаю, но они очень молодые игроки, вы тоже, наверное, заметили. Ну, как молодые, 19, там, 17 лет, Кеннис, вот, есть скандинавские команды, не только шведы, они все смотрят на молодых игроков, вбухивают в них бабло, и это дает свои результаты. Посмотрите последний StarLadder, который закончился вчера, позавчера, я уже не помню, финал. Na'Vi проиграли именно фанатикам, а состав фанатика состоит, помните состав фанатиков в 2010-й, ну, буквально, когда 1.6 был. Фанатик там, GitRide, Forest и еще три игрока, Karn, еще кто-то двое, я уже, честно говоря, забыл, Delpan, играл, не играл, чуть не помню. Короче, они взяли новый CS GO, шведы понимают, что CS GO, новая игра, можно найти новых игроков. Они взяли из Сурса, по-моему, я не знаю подробностей, но это очень молодые игроки, и это дает свои результаты, понимаете. И даже NIP очень много раз проигрывал от фанатиков, именно от фанатиков в финалах. Потому что игроки молодые, в них бухивают, чем ты моложе, тем у тебя концентрация больше, тем у тебя мотивации больше. Поэтому это дает свои плоды. Что я хочу сказать о СНГшных, да, именно СНГ, комьюнити CS GO, в чем отступает европейским буржуям. Почему буржуи лучше нас играют, проще говоря? Потому что у нас нету, у нас как бы монополия среди команд. У нас есть HR, у нас есть Na'Vi, все, DAT Team есть, и все, больше мы никуда не двигаемся. Я не говорю сейчас о политике, там, Украина, Россия, я не хочу об этом говорить, потому что мне это неинтересно. Но я говорю именно о CS GO, комьюнити, вот. CS GO, комьюнити, я хочу, чтобы у нас создавались именно команды, чтобы каждый, кто сейчас это смотрит видео, и у кого есть команда, вы как бы делали усилия, то есть создавали именно свое комьюнити какую-то, какую-то команду свою, которая находила своих спонсоров. Понимаете, все зависит именно от нас, от игроков обычных CS GO. Мы поднимаем CS GO комьюнити, а не те, кто сидит выше, понимаете. Сидят выше, они тоже поднимают CS GO комьюнити, но от нас все зависит, понимаете, от простых игроков CS GO. Поэтому, если у вас есть команда, то старайтесь играть Аматруку в CS GO StarLadder везде, где только можно играть, создавайте команды. Не получилось, еще раз, еще раз, ищите спонсоров, говорите сами о себе. Спонсоры у нас в СНГ очень плохо развито спонсорство, я вам говорю, потому что я пытался как-то с этим связаться, вот. И есть один знакомый, который просто, просто нашел, я не буду говорить, кто это, но вы, наверное, его знаете. В общем, он просто сам пошел к спонсорам, он сам пошел к спонсорам, он их сам нашел. Как делают в Швеции, в Европе. Спонсоры сами ищут, ищут игроков, где бы им что. А здесь у нас в России, как бы, лучше самому первому пойти к спонсорству, объяснить свои перспективы, свои цели. Каждый из вас, как бы, должен быть нацелен на лучшее. Цель должна быть просто нереальной. То есть, играть как в финале, там, не знаю, International по CS GO. То есть, у вас такая должна быть цель, чтобы добиться хоть чего-нибудь в CS GO. Вот что я хочу. Я хочу поднять CS GO комьюнити в именно СНГ, в Доте. В Доте мне очень нравится, как Дота развивается в CS GO. И, ой, фу, в Доте в CS GO, в СНГ, я уже заговариваюсь. Короче, очень нравится, как развивается Дота в СНГ. Вот так же должна развиваться у нас и CS GO. Понимаете, новые игроки какие-то приходят там. Я не знаю, новые или не новые, короче, с Доте первый кто-то пришел. И, понимаете, комьюнити растет, растет. Там, Вольво вбухивает бабла, там, International, там, все дела, Compendium, сундуки. Но потихонечку за ним идет совсем вот... Вот тут вот Дота, вот тут вот CS GO. Она потихонечку поднимается. Но поднимается, все зависит от нас, ребята. Все зависит именно от тебя, если ты смотришь это видео, от тебя это тоже все зависит. Поэтому каждый из вас может стать, создать команду, сделать свой вклад в СНГ-комьюнити. Я хочу, чтобы СНГ, именно наши, СНГ-шные, Казахстан, Россия, Украина, неважно. Короче, СНГ как-то поднялся уровень. Потому что сейчас, уже сейчас говорят о задротах, о таких, как мы, геймеров. Именно, не просто геймеров, которые играют, там, в различные игры, а именно спортивный, киберспорт. О нас уже немножко говорят. То есть, в телевидении где-то там выскакиваем уже к нам другое отношение, понимаете. Раньше, задроты, блин, что они целыми днями там за компами сидят. А сейчас люди уже понимают, что на этом можно заработать. Другие люди понимают и уже с уважением на нас смотрят, понимаете. Поэтому, ребята, я хочу, чтобы CSGO-комьюнити как-то выросло, понимаете. И если какие-то у вас мысли насчет этого есть, я вывода никакого не придумал. Все с первого дублика, как говорится. И я надеюсь, вам понравилась моя аналитика, общение со мной, как говорится, через экран. Не знаю. В общем, напишите свое мнение насчет CSGO-комьюнити. Как вы считаете, как должно развиваться CSGO-комьюнити? Что вы согласитесь с какими-то моими словами и какими-то словами вы не согласитесь? Напишите все в комментариях. Я прочитаю обязательно, оценю ваши комментарии. Может, я делаю какой-то вывод и изменю свою точку зрения. Вот. Как вы хотите свой вклад внести в CSGO-комьюнити у нас в СНГ? Пишите в комментариях. Ну, а с вами был Акул. И аналитика возвращается на канал. И все зависит от вас. Аналитика продолжится. Если вы поставите лайк. Ну, я не заставляю никого ставить лайк, подписываться. Просто, если вам интересно, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И вас ждет много таких вот аналитик. Если, конечно, ну, я посмотрю, что набрало просмотров, набрало, как бы, количество лайков, которые мне понравятся. Я не знаю. Ой. Ладно. Короче, увидимся. Пока. Я уже заболтался. Продолжение следует.